Дневной экспресс по залам предприятия Ульяновского старого вокзала. Так можно назвать экскурсию от вагона до перона. Первые пассажиры состава, туроператоры, экскурсоводы, педагоги. В начале пути – инструктаж. Сразу за ним – средства индивидуальной защиты. Это не как многие сразу подумали – защитная маска. Всем гостям выдали традиционные атрибуты железнодорожников – каску и жилет. И уже в полной амуниции можно выдвигаться в путь. Первая станция – зал-музей. Здесь все тонкости профессии. К примеру, каждый видел у проводников сигнальные флажки. Желтый держит по направлению к двери. Путь свободен. Красный – сигнал остановки. Далее мы с вами проходим и смотрим автосцепные устройства, с помощью которых происходит сцепка вагонов пассажирских и их следование. Уменьшенная копия. Далее мы с вами увидим, конечно, и реальную копию. А с правой стороны в разрезе стоит автосцепка, настоящая, реальная, с элементами, которые позволяют скрыть и надежно удерживать соседние вагоны. По соседству рельс 1960 года. Его нашли, когда готовили смотровую траншею для современных двухэтажных вагонов. А еще дальше – отличительная форма сотрудников железной дороги. Причем не только современный вариант, но и тот, что сохранился с советских времен. Всем нравится, и детям нравится однозначно. Такой формат к этому будет пользоваться успехом. После горожане увидели подвижные составы на технической станции. Здесь рассказали о полном процессе подготовки в вагонов рейс. Это касается как традиционных, так и новых двухэтажных. Сразу после взрослых экскурсию смогут посетить юные жители и гости области. Они посмотрят, чем отличаются новые вагоны от старых, узнают о профессиях железнодорожников пассажирского комплекса, об осмотрщиках, слесарях, о проводниках пассажирских вагонов. И обязательно узнают, как попасть на работу в наш комплекс, потому что мы предприятие, крупнейший работодатель. Это, пожалуй, основной посыл экскурсии – показать школьникам профессию изнутри, чтобы в будущем дети могли вернуться в эти стены в качестве сотрудников. Это касается и других предприятий региона. Полтора года назад подписали соглашение с агентством по развитию, значит, с агентством стратегического развития Российской Федерации на предмет развития промышленного туризма в Ульяновской области. На сегодняшний день мы проходим ряд акселераторов, программ обучения-переобучения, для того, чтобы нам вот такие вот проекты, как сегодняшний, мы могли запускать. В подобном формате можно попасть сразу на 30 предприятий региона, в том числе Ульяновский хладокомбинат «Хлебозавод». В будущем список планируют расширять.